ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Благодарим за организацию съемок Грейси Бара Дракулина, Тайгер Мойтай и Комбат Медиа. Смотрим захват ноги и скручивание соперника на пол. То есть вариант, когда я прихватываю ногу и провожу бросок. Очень частая техника в тайском боксе. Когда мы проводим это действие, многие советуют для смягчения удара делать небольшой шаг в сторону. То есть когда идет удар, я делаю небольшой шаг в сторону, и за счет этого удар не такой сильный. Но на самом деле, когда речь идет о спарринге, когда речь идет о бою, разговор идет на считанные секунды. И, допустим, я сама лично никогда не использую этот шаг в сторону. Я провожу сразу захват и сразу бросок. Но для того, чтобы смягчить удар, что я делаю? Это немножко разворачиваю корпус в сторону. То есть я не принимаю как раз на бок. Я принимаю немножко вот на эту часть, на спине. То есть когда идет удар, я вот немножко поворачиваюсь. Первое. Никогда не захватывайте ногу рукой, то есть пальцами. Потому что в этом захвате недостаточно силы. Немножко сопротивление со стороны соперника, и нога сразу же возвращается в исходное положение, и он готов наносить дальше удары на дону. Для того, чтобы захватить плотно, я захватываю полностью рукой. В этом положении я имею достаточно контроля, чтобы вести соперника за собой. Вперед, назад и в любую сторону, которая мне удобна. Дальше из этого положения я перехожу на захват шеи. То есть захватываю шею. Захватываю шею именно вот таким захватом. Не таким, не таким, а снаружи. Вот этот захват. Второе. Из этого положения я начинаю делать небольшой шаг в сторону. Шаг передней ногой. Для того, чтобы все мои движения, они проходили по полукругу. То есть при броске я не бросаю ни назад, ни тело, ни вперед. Все по полукругу. То есть закручиваю своего соперника. Раз. Захват. И когда делаю шаг, одновременно моя рука, которая находится на шее, она тянет его голову вниз. Но мы не тянем ее просто вниз. Мы тянем все вниз и по кругу. Небольшой. Вниз и по кругу. Вот в таком положении. То есть соперник голова вниз, нога вверх. И именно в таком положении он падает. И еще одна деталь очень важная. Когда мы здесь находимся, когда мы тянем голову вниз, вторая рука, которая держит захват ноги, она немножко поднимает ногу наверх. Чтобы именно вот такая разножка получилась. Голова вниз, нога наверх. Это положение, оно именно дает, когда соперник в неустойчивом положении находится и когда он падает вниз. Если его голова находится как бы на своем месте, и я тяну только по кругу, то мы можем в этом положении без всякого эффективного действия находиться достаточно долгое время. Но если я тяну вниз и ногу тяну наверх, то картина сразу женяется. Если, допустим, второй вариант, если, допустим, мой соперник, он достаточно сильный и при захвате, допустим, что-то пошло не так, и у меня не получается вытянуть, и я, допустим, в этом положении какое-то время прохожу, я должна, могу, могу сделать это очередной, как бы, помощь для своего броска, это поставить подставку под его опорную ногу. Здесь я, как бы, не бью, не выбиваю, а просто ставлю подставку, и остальное движение все точно такое же. Тяну вниз голову, ногу немножко наверх, и делаю небольшой шаг по кругу. Здесь у соперника еще меньше возможности устоять на ногах, потому что его опорная нога, я ее подсекаю, и он автоматически падает. То есть отсюда раз, захватываю, все идет по кругу, и два. Ну и третий вариант из того же самого положения, когда я захватываю ногу отсюда, раз, это делаем подсечку. То есть подсечку мы делаем вот, как бы выбиваем ногу по нижней части икры. Если я ударю ее в область лоукика, то это будет просто удар лоукик, но задача это, чтобы соперник оказался на полу, то есть для этого я выбиваю его опорную ногу. Это движение, оно происходит в одной волне, как бы не останавливаемся, и я захватывая ногу, продолжаю, захватывая ногу, продолжаю выбивать ударом ноги. Раз и два. Отсюда. Ну, конечно, в бою мы будем это делать все намного резче и намного четче, а здесь немножко я, для того, чтобы вы увидели, показываю немножко медленнее. То есть еще раз. Я захватываю раз и сразу два. И еще можно добавить, когда мы находимся в этом положении, допустим, я хочу выбить ногу, раз, но мой соперник, он устойчиво стоит на ногах, и, допустим, прием не получается. То есть я бью раз, он стоит, два, он стоит. И тогда я возвращаюсь нашей первой техники, захватываю голову и крюч. Подписывайтесь на канал и не пропускайте обучающие видео от сильнейших бойцов в мире. Сегодня вместе со Станиславом Макеевым мы разберем технику ударов локтями из клинча. Данное действие наносится из клинча, когда мы стоим в обоедном захвате со своим соперником, делаем шаг назад, тем самым растягиваем своего соперника. Субтитры сделал DimaTorzok